Приветствую вас подписчики и гости нашего канала. В сегодняшнем видео обзоре я покажу вам, как провести посадку томатов и что необходимо добавить в посадочное углубление для хорошего урожая. Стандартная схема посадки томатов, по которой мы высаживаем, составляет 30 см между рассадой и 50 см между рядами. Перед высадкой томатов в открытый грунт необходимо ее закалить. Если вы приобрели рассаду на рынке, то сигналом закаленной рассады является фиолетово-синий оттенок стебля от корня длиной от 3 см. Перед посадкой на рассаде помидор удаляем два нижних листочка. Перекапываем посадочное углубление на штык лопаты. Половину земли убираем. На дно добавляем компост, биопрепарат от почвообитающих вредителей и 1-2 столовые ложки древесной золы. Все хорошо перемешиваем и проводим посадку рассады томатов по центру, заглубляя точку роста на 2 см. Сверху земли по окружности мы всегда добавляем химический препарат в небольшом количестве от медведки и присыпаем слоем земли толщиной 1 см. Землю хорошо обжимаем вокруг стебля и проливаем водой. Конечно же можно сказать, а зачем добавлять биологический препарат и инсектицид. Но должен пройти определенный промежуток времени, чтобы биологический препарат начал действовать. Иначе медведка может повредить стебель рассады томатов. Компост и древесная зола является одним из лучших органических удобрений для саженцев помидор. В состав золы входит фосфор, калий, кальций, магний и много других макро- и микроэлементов, которые хорошо усваиваются растениями. Зола способствует развитию корневой системы и обильному урожаю. Но что делать, если нет древесной золы? Тут на помощь приходит проверенное фосфорно-калийное удобрение. На 10 литров воды добавляем 1 чайную ложку монофосфата калия и проливаем рассаду из расчета 500-700 мл под каждый корень. После впитывания водного раствора необходимо сверху присыпать тонким слоем земли, чтобы не допускать образования земляной корки. Спустя месяц после посадки подкармливаем рассаду томатов азотосодержащими удобрениями. Здесь можно применить настой куриного помета или сульфат аммония. Данное минеральное азотное удобрение при соблюдении дозировки не накапливается в плодах и не вымывается из грунта. Давайте подведем итог. При посадке рассады томатов добавляем фосфорно-калийное удобрение с препаратами от почвообитающих вредителей. Точку роста рассады заглубляем на 3 см. После высадки у нас остается небольшое углубление для полива. По мере роста сорняков проводим своевременные прополки с постепенным выравниванием данных углублений для монтажа капельного полива. Спустя месяц после посадки проводим подкормку азотосодержащими удобрениями. В период цветения подкармливаемый рассаду томатов калием. Если вам понравилось данное видео, не забудьте поделиться с друзьями и подписаться на наш канал. Впереди много интересного и полезного.